Завод «Аккумуляторный альянс», с которым отношение горожан неоднозначное, на протяжении нескольких месяцев демонстрирует политику открытости и информирования по вопросам экологической безопасности. Главная цель нынешней встречи – показать тем, кто не остается безучастным, что на данный момент оборудование предприятия работает в штатном режиме, и объяснить, с чем это связано. Правда, в этот раз желающих познакомиться с перечнем выполненных работ и планами на ближайшее будущее завода было не так много. Абсолютно любой желающий может без проблем попасть сюда, посмотреть наш технологический процесс, и, что самое важное, процесс отбора проб и процесс отработки результатов как санитарами центром гигиены и демологии, так и центром аналитического контроля. С начала нынешней недели на заводе свою лабораторную деятельность развернули специалисты Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды и Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Они измеряют производственные факторы – шумы, вибрации, концентрацию свинца в области рабочей зоны и на двух источниках – мельницей и плавильных котлах. Одно из основных требований Министерства природных ресурсов для того, чтобы создать штатный режим работы оборудования. Только при создании штатного режима работы оборудования можно доверять результатам по концентрации свинца, по выбросам и концентрации в рабочих зонах и делать какие-то выводы. Поэтому наша и была задача последние две недели создать штатный режим, который мы продемонстрировали для общественности. У нас создана рабочая комиссия, у нас создана программа. Мы идем строго по своему плану в соответствии с программой пусконаладки. Четко определены на каждом участке материалы полуфабрикаты, которые производятся, их количество. Эти программы предоставлены во все государственные органы. И мы на сегодняшний день строго соответствуем нашему плану этой программе и в целом ТКП по пусконаладочным работам. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что безопасного уровня воздействия свинца не существует, поскольку даже при очень низких концентрациях он действует как опасный токсин. А потому говорить о стопроцентной безопасности предприятия сложно. А вот результат лабораторных исследований, проведенных на данном этапе, будет известен на следующей неделе. Об этом мы сообщим дополнительно.